Господин президент, почему 23 мая Республика Беларусь изменила маршрут движения самолета ранее? Это серьезный фейк. Мы никого не принуждали к посадке в Минске и маршруты не меняли. Некоторые могут сказать, вы знаете, ну вот президент говорит неправду, ему невыгодно сказать правду, что мы якобы принудили к посадке этот самолет. Тогда я могу просто задать вопрос на подобный вопрос. У вас есть факты, что мы кого-то принуждали к посадке? Если они есть, положите их на стол. Если такие факты будут, мы извинимся перед всем миром за подобные деяния. Но до сих пор таких фактов никто не представил, что мы якобы вынудили этот самолет приземлиться в Минске. Нет таких фактов. Не вы, осведомленный журналист и ваши коллеги, не общественность на Западе, да и в Беларуси. Мы не услышали пилота и ответы на вопросы, которые интересуют журналистов и международную общественность по этому делу. События с самолетом – это заранее спланированная провокация. И события после этого говорят о том, для чего нужна была эта провокация. Для того, чтобы сделать очередные шаги по удушению Беларуси. Чтобы не допустить ее дальнейшего развития. Господин президент, когда вы говорите о провокации, как вы считаете, кто может стоять за этими провокациями и кто в них заинтересован, кто их инициирует? За провокациями, прежде всего, это нам абсолютно известно, стоят Соединенные Штаты Америки, их спецслужбы и не только. Прежде всего, повестку дня эту формируют там политики, а спецслужбы – исполнители. Потому что заказать убийство президента возможно только с согласия высшего руководства той или иной страны. Страны, из которых осуществляется исполнение этих мероприятий, мы их тоже знаем. Это Литва, отчасти Латвия, прежде всего Польша и Украина. В последнее время мы видим руководство террористами, которые действуют в Беларуси, со стороны Германии. И, мать, с ними по-хорошему невозможно. Демократия, права человека – это все слова. Мы совсем недавно при попытке совершения террористических актов на территории Беларуси и убийства журналистов, ваших коллег, задержали массу людей. Мы эти факты передали руководству Германии. Вы думаете, нам до сих пор ответили? Нет. Со стороны беглых белорусов, экстремистов, террористов, спланированы очередные провокации против Беларуси. Мы такие факты направили правоохранительным органам Литвы и Польши. Вы думаете, последовали какие-то действия со стороны руководства Литвы и Польши? Нет. Наоборот, нагнетается ситуация. Поэтому с ними на языке права разговаривать бесполезно. Беларусь не в том положении находилась, да и сейчас находится, чтобы взбудоражить весь мир нарушением международных норм и права. Это себе могут позволить Америка. Надо им разбомбить. Ирак они его разбомбили. Надо было поставить на колени Афганистан. Они его поставили и ушли оттуда. Это они себе могут позволить. Ну, может быть, могли бы действовать в силу своей мощи Китай. Россия мощная в военном отношении страна. Но не мы, мы знаем свое место. Но коллективный Запад во главе с Вашингтоном, они не могут нам позволить быть суверенными и независимым государством. А мы говорим о том, что это наше право быть суверенными и независимыми и определять свою политику. И мы добиваемся этого права. Мы его защищаем. И будем защищать. Господин президент, Беларусь является частью Европы. Имеется ли сейчас какой-то диалог или посреднические услуги в выстраивании этого диалога с Европой? Беларусь не только, уважаемый ЭМАТ, часть Европы. Беларусь – географический центр Европы. Во-вторых, что касается диалога с Европой. Ну, вы видите, какой у нас диалог. Это трудно назвать диалогом в этой ситуации. Что касается посредников. Я вообще не люблю посредничество всякое. Но если, уважаемый ЭМАТ, твоя страна будет посредником в этом диалоге, я не откажусь. Потому что это объективные люди. Честные и порядочные. Поэтому, если европейцы принимают ваше предложение к диалогу и посредничеству, то Эмираты могли бы стать таким посредником. Я за.